К нашему эфиру присоединяется Олег Саакян, политолог. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Приветствую вас. Олег, вот то, что на законодательном уровне определили этот термин «рашизм» в Украине, что нам это дает? Ну, конечно, на первый взгляд, кажется, на хлеб этого не намажешь, поэтому вроде бы как много шума вокруг просто некой постановы Верховной Рады. На самом деле, действительно, это очень знаковое событие, поскольку тем самым Украина, во-первых, дает впервые определение путинскому, российскому сегодняшнему режиму, называя его «рашизмом». Но ключевое здесь не только слово, сколько то, что даются конкретные характеристики, как ревизионизм, как смесь идей большевизма и наследия красного террора, помешанные на идеях российского империализма, плюс практиках, свойственных, например, немецкому нацизму. И, в общем, там выводятся критерии того, с чем мы имеем дело. Это во-первых. Во-вторых, важно, что у этого появляется название. Теперь мы уже имеем возможность говорить о некой юридической и политической категории, как «рашизм», а не только академической. Третье. Тем самым Украина сейчас отсылает этот документ, вернее, этот документ отсылает различным международным организациям, другим парламентам, университетским, академическим, различным структурам. И тем самым начинает дискуссию относительно того, что необходимо переосмыслить, с чем мы имеем дело переосмыслить современную Россию. На Западе, к сожалению, до сих пор еще во многом доминирует стереотипное и устоявшееся за столетие представление о России, которое построено на помеси российской пропаганды, некого рессендимента на Западе. В общем, множество различных тому есть пояснений, но в результате есть некий фасадный образ России с большим театром, с великой гуманистической культурой и со всем остальным. А вот это реальная изнаночная Россия. Ведь мы-то с вами чудесно понимаем, что беда российской литературы не в том, что она плохая, а в том, что ее не только писали россияне, она прежде всего написана о россиянах. И вот это, к сожалению, на Западе не понимают, что россияне не только авторы этих произведений, а прежде всего персонажи. Герасим — это русский персонаж, и он нас предупреждает о том, как действуют россияне. Раскольников, и потом полкниги «Мы сострадаем ему и копошимся в голове, почему же он пошел на это преступление». И множество других, скажем, персонажей, они характеризуют Россию, а не Чехов, Толстой и авторы этих произведений. Украина запускает эту дискуссию тем самым о том, с чем мы действительно имеем дело. Четвертый момент важный. Мы говорим о том, что проблема не в Путине. Проблема в российской культуре, проблема в политическом режиме российском, который не выдержал испытания и экзамены истории, который допустил то, что российское общество стало таким, каким оно сейчас есть, агрессивным, античеловеческим, антигуманным. Ведь не Путин придумал Россию. Не Путин придумал сегодняшних россиян. Как раз наоборот. Россия была беременной появлением Путина. И поэтому, когда мы говорим об моменте после войны и о безопасном мире, а ведь российско-украинская война должна завершиться тем, чтобы мир стал более безопасным, чем он был до российской агрессии. Иначе, если не будет сделано выводов, мы пойдем на очередной штрафной круг истории. И неважно, это станет Украина новой жертвой, либо кто-то другой. Но в целом мы окажемся в мире, который еще на один шаг ближе стал к Третьей мировой войне. И это небезопасно миру. Поэтому необходимо сейчас понять, что необходимо искоренить и каким образом сделать наше пространство более безопасным. И дать возможность выйти из той ситуации, в которой сейчас оказалось российское общество. Неважно, через политические, трансформации культурные, социальные и прочее. Ведь сегодняшний рядовой россиянин, мой ровесник условно, он же не знает о преступлениях Катерины Второй. Он не знает о преступлениях Сталина. Ведь они гларифицированы. И расизм это фактически комок из хронических болезней, как Российской империи, которые не были осуждены. Россия не прошла этап отказа от колонизации, колонизационной политики. Как это сделала, например, Франция, очень болезненно для себя. В частности, очень сложно было отказаться от Алжира. Это приводило к терактам внутри Франции, фактически к переоснованию государства. Или как Британия посмотрела также глазами колонизируемого на ужасы колониализма. И тоже очень сложно перестраивалась. В результате осудила, отказалась. Даже доходя от того, что им очень сложно было отказываться от Ирландии. Признать, что Ирландия имеет право на то, чтобы строить собственное государство. Ирландский народ способен им управлять. Россия этого не сделала. Настал просто Советский Союз. Весь мир закрыл глаза и сказал, начинаем с нового листа. А потом Советский Союз с красным террором, всем остальным. И в течение буквально одного поколения уже начинается гларификация имперского периода. Приобретение земель, расширение империи и всего остального. Избирательно это интегрируется в политический миф. Потом разваливается Советский Союз. И также все делают вид, что теперь с нового листа Ельцин, демократия, перестройка. И таким образом считается, что сталинизм, красный террор, все остальное умрет само собой. Но нет. Меньше поколения и снова Сталин на флагах в России, на палках с дедами идут. Под слоганами «Бабы еще нарожают» и «Защиты от некого мифического нацизма». Сейчас мы должны сделать работу над ошибками. И этот шаг принятия постановления о расшизме и обращения к миру фактически об этой дискуссии – это наша ответственность перед будущим поколением. Это то, где мы сейчас должны помочь миру не наступить на эти грабли снова. Ведь иначе тогда уже, возможно, в нашем же поколении, а может быть в следующем, мы получим новый виток, не менее, а, возможно, и более кровавый противостоянием с Россией. Ведь что такое фактически сегодняшняя российская культура и расшизм? Это три доминанты. Как в России любят говорить «скрепы». Первая скрепа – это идея о великой культуре. О том, что есть какие-то культуры. Если есть российская великая, то, значит, наверное, россияне считают, что есть какие-то маленькие культуры или среднего размера. Неизвестно, правда, в килограммах, в джуулях или в чем они ее хотят измерять. И это большая проблема российской культуры, что они пытаются делить их. Это шовинизм. Во-вторых, это идея маленького человека, который якобы ничего не решает. Но позвольте, россияне сейчас живут не в монархии. И Путин, не бога помазанник, ее не достался им по наследству. Они живут в республике, они граждане, они подданы. И, соответственно, у них есть ответственность за будущее своей страны. И идея о маленьком человеке, которым пронизана российская литература, культура, российское бытие, они формируют эту политическую культуру, в которой, как только пойдет крах путинского режима, большая половина российского населения скажет, а что мы могли сделать? Мы люди маленькие были, мы не получали информации, мы не знали, что происходит. Вот если бы мы знали, если бы нам говорили, нет, это не пройдет. Ответственность на каждого. Не коллективная, а персональная. И третье, это идея примата силы. Сила, возведенная в абсолют, как мерило всего. Бьет, значит, любит. Боятся, значит, уважают. Начиная от бытового уровня, заканчивая геополитикой. Вот эта мускулинность, напыщенная и надутая, примат силы, она также является одной из сторон этой проблемы, которую необходимо будет решать. Соответственно, это постановление, это шаг в этом направлении. Уже говорить о дне после победы и о том, каким должно быть построссийское пространство. Олег, скажите, для того, чтобы этот термин заработал в международном формате, чтобы он вошел в историю, да, как фашизм официальный, расшизм, что нужно сделать для этого? Ну, понятно, мы там сейчас подали документы, да, международные организации. Но сколько нужно времени для этого? И какие этапы должна эта резолюция, да, этот термин пройти, чтобы стать международным и застолбиться на веки вечные, что вот фашизм — это вот то-то, то-то, и то, что вы вот только что нам сказали? Смотрите, я точно не скажу вам временной отрезок, поскольку это может длиться как месяцы, так и годы, и все будет зависеть от динамики процесса. Я могу лишь сказать, что должно произойти. Первое — это академическое и научное экспертное осмысление этого процесса. Второе — это поиск юридических форм и закреплений. Украина уже этот путь фактически прошла в некоторой степени, хотя не сказать, что он абсолютный. Мир еще здесь только начинает свой путь. И третье — это должен быть международный трибунал по результатам завершения войны, который бы не только, например, международный трибунал по военно-политическому руководству России, над которым Украина сейчас активно работает, по притягиванию к ответственности за преступления акта агрессии. Это очень легко доказать. Это уже у многих принято в резолюциях. И, собственно, сама Россия изначально не скрывала своей агрессивной природы, поэтому они сами создали папку доказательств на себя. Во-вторых, это международный криминальный суд, который должен притянуть к ответственности военных преступников. Это и военно-политическое руководство. Путин, например, уже получил ордер на арест по статье о похищении украинских детей. Также там дойдет, доходя до самого низового уровня, до исполнителей, до военных, до журналистов, как нам показывает Нюрнбергский кейс, либо как нам показывает кейс по целому ряду африканских конфликтов, и в частности геноцида в Руанде. То есть тут будут притянуты к ответственности за конкретные военные преступления. И третье, это должен быть осужден режим, идеологические основы этого режима, также в рамках международного трибунала. И тогда расшизм встанет на один ряд с нацизмом, с большевизмом и с другими человеконенавистническими идеологиями, которые, к сожалению, на сегодняшний день фактически вдохновили создателей расшизма и были вытянуты ими из глубокой и седой давнины. Олег, еще хотелось бы с вами обсудить вот какой момент. Многие эксперты делятся своим мнением относительно того, ну вот зачем было придумывать новый термин – расшизм. Ведь можно это было назвать просто российским фашизмом. Ну, по сути так. Вот именно то, что новый термин появился, насколько это важно? И чем бы оно отличалось, да, российский фашизм и расшизм? Это хороший очень вопрос, и на самом деле ответ на него достаточно прост. Любое новое явление требует своего названия. Потому что, когда мы сталкиваемся с каким-то понятием, нам необходимо его прежде всего назвать. Российский сегодняшний режим, он похож на фашизм, например, итальянского разлива или нацизм немецкого. Но приблизительно так же самое, знаете, как и «Жигули» и «Фиат». Они вышли с одного конвейера, но почему-то разница между ними очень колоссальна. Так и российский сегодняшний режим, он является схожим на остальные тоталитарные, в том числе праворадикальные режимы, но при этом имеет свои особенности. Например, криминальная этика внутри него, то, чего не было в немецком нацизме. Но также, приблизительно как в немецком нацизме, присутствует религиозная тематика и оккультизм различного типа воды и эзотеризм, чего не было, например, в итальянском фашизме в такой степени. Есть множество других кейсов по миру разных ответвлений фашизма, которые имели место быть. Сегодня российский режим, я повторюсь, он фактически базируется на смеси идей российского шовинизма, либо империализма, либо дробь квасного патриотизма, как его Салтыков-Щедрин называл, один из российских классиков, плюс идеях и методах, инструментах нацизма, плюс к этому идей большевизма и инструменты, и механизмы большевизма. Поэтому нельзя сказать в чистом виде, что это калька, например, нацизма или фашизма 20 века. Нет, мы имеем дело с новым явлением, которое выросло на основе тех, впитав их, сделав из них выводы, научившись им, но, тем не менее, привнеся и свое. Например, такой тотальной промывки мозгов не по принципу некой картины мира, а по принципу просто кислоты пропагандист, которая разъедает любое доверие и говорит, что все врут, не было ни в одном другом тоталитарном режиме. Все несли какое-то представление о прекрасном. Но только путинский режим живет с головой на 180 градусов назад и говорит, не верьте никому, все врут, и мы врём, и все врут, и вообще никому не верьте, закройтесь у себя дома и ходите от телевизора до холодильника. Это вот одно из, например, таких бытовых и самых ярких отличий. И вот того, что мир наблюдал в 20 веке. Ну, смотрите, вот вы сегодня сказали очень такую верную фразу про фасадный образ Российской Федерации. Такое ощущение, что есть некоторые государства, которые ради своих же интересов в этот фасадный образ верят и, более того, пропагандируют. Что я имею в виду? Итак, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта заявил, что посол США Дэвид Прессман якобы занимается пропагандой войны России против Украины. Процитирую Сиярта. Насколько мы понимаем, посол Прессман считает, что мы должны быть озабочены войной, потому что он ведет активную пропаганду войны. Вы можете увидеть это на его плакатах, вы можете увидеть это в его заявлениях. Он эксперт по военной пропаганде. Вот такие вот заявления Сиярта. По вашему мнению, Олег, это подтверждение того, что лучшая защита – это нападение со стороны Венгрии? Ну, вот кто бы говорил, как говорить, согласитесь? Ну, это постоянная история, причем, знаете, у историков всегда есть шутка, что Венгрия является просто эталонным камертоном, либо показателем, кто на хорошей, кто на плохой стороне, поскольку Венгрии как-то везет последние столетия каждый раз оказываться в клубе плохих парней. Но если отойти от шуток, то, знаете, политики делятся по многим различным критериям, но по одному из них можно сказать, что они делятся на два типа. Одни политики, которые ведут вперед, которые работают с визиями и которые чувствуют ответственность за свое общество и создают некие идеи, предложения. В общем, они чувствуют ответственность двигать свое общество вперед к чему-то лучшему и опираются на те лучшие качества, которые есть в своих обществах. И на политиков-паразитов, которые пытаются популистически паразитировать на чаще всего наихудших качествах своих народов, их плыкают по-украински, то есть их лелея, их холя все время и от них отстраиваясь. Именно на этом строят свой политический идеологический фундамент. Но вот сегодняшняя часть венгерского руководства, в частности, господин Сеятра, яркий пример именно такого популистического политика, который все время пытается строить все на антагонизме, как и его шеф Орбан, как и вся их политическая сила, все время ища врагов, которым они противостоят. И в данном случае, понятное дело, что заигрывание с Россией — это их такой негативный, но тем не менее актив, которым они все время торговали внутри европейского пространства. Это выражается, например, в шантаж своим правом ВЕТА. Это выражается через торги вокруг, например, санкций всего остального в отношении России для того, чтобы получить дополнительные, разморозить дополнительные деньги из европейского бюджета для Венгрии. Это цинизм чистейшей воды. Там никакой идеологии и никаких реальных идей нет. Просто циничный расчет. Олег, спасибо вам большое за столь интересный экскурс как и в истории, так и в новое понятие расшизм. Олег Саакян, политолог, присоединялся к нашему эфиру.